К другой теме деревенские в Мессерёво строчат жалобы то на то, что мусорные контейнеры переполнены, то на то, чтобы саму площадку перенесли, а между тем, сами при этом забывают оплатить квитанции на вывоз мусора. Для того, чтобы разобраться в ситуации, на место выехали представители надзорных органов. Тему продолжим в сюжете. Сегодня утром в деревне Мессерёво запахло палёным в прямом и переносном смысле. Госадомтехноотзор, можно сказать, спалил местного жителя, когда тот в костре жёл отплётку от металла. Запах горелой пластмассы, ветер разнёс по всей деревне. Инспекторы поймали нарушителя за руку. На административную комиссию сейчас вас отправят. Сжигание мусора запрещено. На участке можно запалить ветки или траву, когда в огонь бросают пластик – это уже штраф. Сумма приличная – до 5000 рублей. Утилизировать мусор нужно по правилам. Первое – заключить договор с мусоровывозящей фирмой. И если в СНТ он должен быть один на всех, то в деревнях отдельный на каждый дом. Нет договора – опять штраф. Сумма та же – 5000 целковых. Но 80% жителей в Мессерёво имеют документы на руках. Вот это всё мы исправно оплачиваем. В их квитанции, на вывоз мусора. Живём мы здесь с мужем, приписана у нас дочь, мы за всех платим. Но эта семья скорее исключение из правил. Платят далеко не все. А вот складируют мусор в контейнеры регулярно. Куча отходов подрастают и из-за дачников. Вся область, кто мимо ехал, все сюда скидывали. Даже дрова привозили, выбрасывали. Вот ненужные дрова, ненужный стройматериал, всё сюда вываливалось. Из-за заезжих москвичей даже изменили схему размещения площадки. Контейнеры перенесли вглубь деревни. Теперь о ней знают только местные жители. Она останется на своём месте, потому что она соответствует требованиям. Она установлена в соответствии со всеми мерами и внесена в схему очистки территориального округа города Клин. Вне зависимости от размещения контейнеров, подобные рейды продолжатся. Ведь складировать мусор в них имеют право только те, кто платит за вывоз. До конца садово-огородного сезона к нарушителям самое пристальное внимание. Следующий рейд планируют провести в одном из СНТ. Валентина Мордовина, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.